Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня снимаем видео снова на природе и у нас сегодняшнее видео о распаковке мобильного устройства Blackview A20 Обновление линейки недорогих смартфонов имеет очень важное значение для китайской компании Blackview прославившиеся именно качественными и при этом доступными по цене телефонами однако для удержания доли рынка корпорации необходимо создавать продукты, отвечающие современным требованиям в плане дизайна и технических характеристик Смог ли герой сегодняшнего обзора соответствовать желаниям прихотливой аудитории? Я думаю, что вполне смог Внешний вид новинки весьма неплох и выглядит все слаженно и аккуратно Двойной фотомодуль и изогнутое стекло 5,5-дюймового IPS-экрана крайне редко встречаются вместе в таком ценовом сегменте Сам дисплей характеризуется разрешением в 960 на 480 пикселей, поддерживая до двух одновременных касаний Конечно, флагманской яркостью и контрастностью он не наделен, однако работать с ним комфортно как в кромешной тьме, так и при прямых солнечных лучах Процессор MediaTek MT6580 и видеочип Mali-400 MP2 не позволят насладиться максимальными графическими настройками в ресурсоемких играх Но запустить большинство из них такая комбинация может Данное достижение было бы невозможным без 1 гигабайта ОЗУ и 8 гигабайт встроенной памяти Это, конечно, вряд ли станет достаточным внутренним хранилищем для музыкальных альбомов, приложений и видео Именно поэтому здесь, кстати, microSD-слот Пара основных 5,2-мегапиксельных фотомодулей готовы подарить множество приятных глазу фотографий Но нужно понимать, что плохое освещение усложняет процесс съемки, увеличивает вероятность смазанных кадров, изобилующих шумами Эти слова также относятся и к 2-мегапиксельной фронталке Емкая аккумуляторная батарея 3000 мАч и поддержка 3G и оптимизированные Android Oreo усиливают положительные впечатления от девайса Единственным недостатком которого является небольшая технологическая отсталость Но за запрашиваемую стоимость, конечно же, это ему можно простить Как видим, телефон поставляется в коробке белого цвета На ней имеется необходимая информация для ознакомления Открывая крышку, нас встречает сам смартфон Он одет в чехол В самой же коробке находится блок зеленого устройства и microUSB кабель для синхронизации с ПК и зарядки На телефон одет силиконовый чехол Он чем-то похож на софт-тач Не маркий и не скользкий Как раз то, что надо На задней стороне у нас проживают две камеры и светодиодная вспышка На верхнем торце у нас поселились USB разъем и мини-джек под проводные наушники Спереди у нас фронтальная камера, динамики, датчики На экран, кстати, уже наклеена пленка И она не уродская, что очень меня радует На нижнем торце нет никаких кнопок Они в этом телефоне наэкранные Под чехлом у нас встречает симпотная задняя крышка Которая, так скажем, отделана в очень такой маленький ромбик Выглядит все неплохо Цепко и не собирает отпечатки Что очень хорошо На лицевой панели у нас прописан экран 5,5 дюймов Снизу у нас микрофон разговорный А на боковой экране разместились кнопки управления громкостью и вкл-выкл кнопка Крышка снимается сравнительно легко Она полностью облегает всю заднюю сторону и плотно прилегает к основному корпусу Сама же крышка не очень прочна и весьма заурядна Под крышкой нам поместили два слота Под две сим, либо одна сим или SD-карта Батарейка, кстати говоря, съемная И, кстати, формат сим-карты здесь в микро, обе сим-карты И по поводу оболочки Она вполне обычна Нас встречает система Android Go И, слава богу, она чиста, как слеза младенца Смартфон работает шустренько, многозадачность работает нормально На борту у нас Android 8 И это весьма радует бюджетник с самым свежим Android Что же может быть лучше? YouTube запускается, но чувствуется, что телу нужно много усилий, чтобы справляться с элементарными задачами Железо-то, конечно, слабенькое, но в целом аппарат работает нормально Итак, вот, наконец, наше видео и подошло к концу И что я могу сказать по поводу телефона Blackview A20 Телефон, конечно же, произвел на меня впечатление, что за такую стоимость можно получить действительно качественное устройство Хорошо собрано, с неплохой батареей Автономность, кстати, меня удивила Потому что я получил аппарат с 50% батареей То есть уровень ее заряда был на 50% И в этот день я его так очень сильно гонял, тестировал Снимал видео, Wi-Fi, 3G, звонки, все это было И у меня еще на следующий день 20% осталось И он еще у меня сутки пролежал В итоге 6% заряда у меня еще осталось В общем, автономность очень даже хорошая По поводу динамиков Внешний динамик, ну, такой более-менее средний Разговорный динамик тоже неплохой Но собеседник меня слышит как бы тихо Эту проблему, конечно же, можно, я думаю, решить программно Зайти в настройки, инженерное меню MTK Ну, я надеюсь, что так можно Я, конечно же, напишу в описании, как это сделать, если это возможно Потому что на других телефонах я так уже пробовал То есть можно самому подкрутить чувствительность микрофона И вас уже будет собеседник слышать намного лучше Так что вот такой вот у нас обзор был Мобильного устройства в BlackWave A20 Подписываемся на канал, ставим лайки, комментируем видео Задаем вопросы по телефону Может быть, будут какие-то соображения, что снять Так что всем спасибо, пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok